Паша вертолетчик 2724 по кличке Блистер, которого не пускали и вечно Павел Асачи его звали, его не отпускали никогда, не отпускали его, он уже и перелетал, и профилактории никакого у него нету, и больше года летал, потому что он без конца, как увидит начальника политоотдела вертолетного полка, так его в морду бьет, почему, чем он наставил, а то он, конечно, никуда не пускает. И он в утешение прилетает, когда к нам Файзабад туда, он его набил сразу, Пашка. Но вот представляете себе, никто не просил, это с 82-го на 83-й год новогодняя ночь, он наконец-то, его приставили к ордену Боевого Красного Знамени, за что он заделывал, поверьте мне, и его вместо ордена отпустили, орден не получил, не потом, не тогда, отпустили домой на 10 суток. Так вот человек, который 10 суток, забудь про все, никто не просил, да, он всем нашим женам отправил телег краму за нашу подпись, с Новым Годом поздравлением. Когда через месяц-полтора пришли письма, спасибо за поздравление, там, мы собрались и читаем письма, елки, а ты отправил? Не, кто отправлял? Пашка молчит, потом он хочет что-то. Ну вот, песня посвящается ему, так называется, письмо Пашке-вертолетчику. Они уже сидели в кундузе, а мы все с вами подошли, и нас занесло, ноябрь месяц занесло снегами. Ночью никто не едет, потому что холодно, днем, потому что грязь по колен, там, 66-е только из БТР, а куда-нибудь далеко не лечит. Так вот такая песня. Вы сейчас узнаете сразу мелодию, это письмо сельхозтехники Высоцкого. Здравствуй, Паша, милый друг. Мы из Бадахшана, во первых строках письма, всем вам шлем привет. Здесь у нас зима вокруг, мерзнут, а ж душманы. И вот уж две недели вертолетов нет, даже праздники прошли как-то не по-русски. Чаю выпили ведро и храпеть пошли. Ты представь только себе, целый стол закуски, но не то, что водки, браги не нашли. К сожалению, снег занес, горы и долины. А то б мы сгоняли в Пакистан, взяли птишвеша. Но бензин у нас и всяк, и стоят машины, и даже на Майдоне нету ни шиша. Васил снова занемок, не встает с постели. В кровати. По ночам в предваре, братцы, бросим пить. Да уж, Павел, приезжай, гости бога ради. Может, хоть с тобою бросит он дурить. Женщины? А что женщинам сказать? Мы их не видали. Их полку ты знаешь сам, явный недовоз. Не сказать, что мы без них. Очень мы скучали. Но здесь цирепствует болезнь. Под сперматоксикоз. Вы спросите, слово спествов не выкинешь. Папа, как, Паша, как твоя рука? Зажила, наверное. Видно, зуб отравлен был, рассказал замполитом. Что в нее попало? У кого другого в раз началась гангрена? Это ж просто счастье для всех нас, что ты такой амбал. Паша, ответь, допущен ли снова ты к полетам? И еще взбирался ты съездить в СССР. Не отпустит, приезжай. Да черт с ним, с вертолетом. Мы тебе доверим здесь новый БТР. Я пока письмо писал. Вася пробудился. Прочитал и стал вопить. Хуже, чем вчера. Мол, зачем конкретно я называю лица? Это, привет, пердавал. Мол, небрачных связей нету в ДРА. Так что срочки про любовь мне пришлось замазать. Ты привет нам передай. Знаешь сам, кому, прощится, звонитой. Надоест вот по горам, по Дахшанским лазать. Прилечу тогда уж сам. Лично обниму. Вася тоже стал писать. Мол, привет, ребята. Не такой написал. Хрен, что разберешь. В общем, мне за нас двоих отдуваться надо. Ну, он теперь непьющий человек. Че с него возьмешь? Что ж, до встречи, мужики. Закругляться надо. Скорый вечер. И в горах начали стрелять. Еще раз большой привет всем из Фейзабада. До свидания. Идем в службу проверять. Письма такие. Писание. Поехали. Победа. Поехали. Продолжение следует...